Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И что у нас сегодня на повестке дня? На повестке дня мы с вами будем тестировать краску Ботаника. Красится оттенком 8.1. Я вам покажу при естественном освещении, какой у меня цвет. И покажу вам подробный обзор на часы, которые купила для дочери. Потому что сейчас к школе у многих стал такой вопрос. Вы много комментариев было показать часы, которые я купила. Расскажу вам поподробнее. Итак, поехали! Вот, девчонки, мой цвет волос. При естественном освещении, да? Смотрите. Вот такое. Уже немножко желтовато такой, песочный. Посмотрим, что получится. Многие не верили, что на такую базу 8.1 ляжет. Ну, не знаю. Эксперт, по крайней мере, 8.1, она приблизительно такая, чуть посветлее, да? Ну, смотри, опять же, какая база. 7.1, он вообще темный-темно-русый. Поэтому выбор пал на 8.1. Две пачки на мою длину, мне кажется, будет как раз. Первый раз я беру краску Ботаника, некоторые прямо ее хвалят. Говорят, что она хорошая. Я знаю уже, как ведет себя салон Киа на волосах. Я знаю, как ведет себя эксперт. Эксперт поджигает, но она довольно стойкая. Вот эти вот холодные пепельные оттенки, они более-менее держатся. Салон Киа жидковата, и она быстро смывается, и плохо закрашивает седину. И теперь у нас с вами Ботаника. Перчатки есть в обоих красках, хорошо. Так, артикул краски, девчонки, 87-75. Я взяла вот такую мисочку. Сейчас все с вами здесь будем разводить. Интересно, какой тут окислитель. Написто, 9-ка тоже. А шестерка, ладно, шестерка нормальная. Шестерка, кстати, ничего. Сейчас все с вами смешаем, расчешемся и на сухие волосы будем выносить. Так, первый окислитель. Окислитель, кстати, какой-то такой, ну, жидковат, мне кажется. В эксперт погуще. На упаковке краска светлая, но опять же, все зависит от базы, да? А на волосах, по факту, даже на светлых, вот, по крайней мере, эксперт 8.1, она темнее. 8.1 я брала часто, миксовала ее 7.1. Да, у меня много видео есть на эту тему, можете в плейлисте Фаберлик посмотреть. Много раз мы с вами красились, когда в прошлом году, по-моему, лишь два года назад, наверное, я была светлой два года назад. Совсем такая светлая. Вот я часто миксовала 8.1 и 7.1 эксперт. Получалось очень красиво. Холодный такой, аутлик. Так, ой, фу, вонючая. Девчонки, вонючая, конечно. Краска попахивает. Замешала, достаточно много получилось. Сейчас будем с вами развязывать волосы, расчесывать. И начинать. Я по проборам разделяю и прокрашиваю. У меня уже корни отросли. Тонировка, в принципе, почти вся смылась, хотя еще не совсем вся. И вот так вот по проборчикам я прям начинаю наносить. И дальше, 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 дальше двигаюсь. Сама себе крашу всегда и сзади, и везде. Таким образом сейчас всю голову покрашу и к вам вернусь. Несла краску, и что хочу сказать, еле-еле на кончике хватило двух упаковок. Я не знаю, на такой объем, что ли, тут маленький. Или почему мне фаберик эксперт колор хватало прям с лихвой здесь, еле-еле на кончике. Но пока результата никакого не видно. Будем наблюдать. Ну и как вам оттеночек 8.1? Прошло только 20 минут. Он такой темно-русый, холодный. Это 8.1. Я всегда говорила, что ничего общего с упаковкой этот цвет не имеет. Ну, минут 20 еще буду точно ходить. Ну что, девчонки, вот вам и 8.1. Похож цвет? Я говорила вам, а вы мне не верили. Конечно же, он меня возьмет, такой темный. На красноту лица не обращайте внимания. У меня сейчас был мезороллер и кислотный уход. Ну все, 45 минут прошло. Будем смывать эту черноту. Посмотрим, что по факту вышло. Потом посушусь и покажу вам. На мокрых волосах. Не, у меня в принципе все устраивает, но видите, оттеночек 8.1? Посушусь, увидим. Девчонки, но в целом хочу я сказать вам, что цвет довольно достойный. Вот такой вот получился. При естественном освещении я вам показываю. Да? Все равномерно. То есть даже мои вот отросшие корни, седые, они не отличаются по цвету. То есть сама краска по себе темная, 8.1. Не такая, как на картинке. Они все в рот. Что в эксперт, так же, что в ботанике. Вот. Так, что по факту. Пожгла ли я волосы? Да, пожгла. Сильнее лежит, чем эксперт? Нет, наверное, чуть-чуть послабее. Закрашивает ли седину? Закрашивает. Но ее видно все равно. То есть при рассмотрении видно, что волосики светлее. Но закрашивает пока нормально. Помою голову несколько раз. Обязательно, конечно, в обзоре каталога или в пустых банках дополню отзыв. Вот. А так, в принципе, все достойно. Более-менее. Кончики. Не скажу, что прям сильно пожгла. Ничего, нормальненько так. Цвет тоже мне нравится. Буду ли брать ее в следующий раз? Да, скорее всего, буду. Понравился ей цвет. Но посмотрю, как будет держаться, конечно, сначала. Нет, посмотрю, как будет держаться. Если будет держаться нормально и на седых волосах, то тогда, конечно, буду повторять. Но единственный момент, что две пачки мне еле-еле хватило на мою длинную волосу. Знания у меня густые, но не длинные. Отнюдь совсем. Так что так, девчонки. Если есть вопросы по краске, задавайте. Буду отвечать в процессе выхода видео. А сейчас поподробнее про часы. Скажу, что к выбору часов я подходила тщательно. Я год где-то их выбирала. Я хотела к первому классу купить, но что-то отзывы не нравились. То там, то сям. В итоге, вот, остановила свой выбор на таких часах. Эллари Китфон 4G. Что мне нужно было? Мне нужно, чтобы... Ну, водонепроницаемость нет. Мне нужно, чтобы было отслеживание. Геолокация, да. Мне нужно, чтобы была прослушка. Мне нужно, чтобы была видеосвязь. Я поняла, что я хочу, чтобы они были видеосвязь. Вот сейчас я их зарядила. И расскажу вам про них поподробнее. Тут еще вот пленочка на них наклеена, потому что мелочи еще не носила. Она еще не приехала, она не знает. Сейчас я вам покажу. Буду упаковывать в подарочную упаковку. Алиса мне нафиг была не нужна. Игры тоже, естественно, на них не нужны. Мне нужно, чтобы была хорошая связь, да, 4G. Мне нужно, знаете, чтобы была геолокация с помощью глонасс и с помощью GPS. Вот я для себя так решила, поняла. Судя по отзывам, вот. Алиса, да, отвечает на примеры. Это, конечно, классно. Но навряд ли в школе кто-то разрешит этим пользоваться, естественно. Так, что Wi-Fi. Важно Wi-Fi. То есть дома они работают от Wi-Fi. Так, GPS, глонасс. Да, вот это вот для меня было важно. Читала про именно эти часы, что они плохо держат заряд. Я их тестировала. Мы их с мужем уже несколько раз заряжали и разряжали. И что могу сказать? Что в отзывах про эти часы написано, что прям 2 часа и все. Даже если не пользоваться. Нет, ничего подобного. Мы пользовались. Я периодически нажимала на экран, лазила там что-то. Но вот если не активно пользоваться, почти 2 суток они пролежали заряженные. Если прям активно-активно, на день хватает. То есть с утра до вечера. Если, конечно, она будет лазить, играться и сообщаться с Алисой. Да, заряд, мне кажется, часов 6-8 максимум. Если прям вот постоянно в них лазить. Мне кажется, этого достаточно. Сходить в школу и лазить в них тоже никто не разрешит. Дома она играется, с ней в школе не надо. Так, зарядка. Зарядка здесь магнитная. Смотрите, видите, какая. Не было самой вилочки в комплекте. То есть в любую вилку втыкаем, получается. Вот они магнитики. Вон они, видите? Вот так вот она причпокивается прям. Сейчас покажу. Про магнитную зарядку тоже читала, что... Нет, с этой стороны. Что не очень и недолговечно. На этих часах жалоб не было про зарядку. Вот, все, причпокнулась. Видите, зарядка? Это прикольно. Это датчик здесь внутри. Датчик снятия с часов. То есть если она снимает часы, я это вижу. Я вам покажу потом, какое приложение у меня. Сейчас пока обзор самих часов. На эту кнопку удерживая, они включаются. Они яркие. Сейчас они у меня на минимальной яркости. Я установила. Вот. И вроде как на минимальном звуке. Не знаю, может быть и звук стал громче. Чуть-чуть громко очень. Вот на камера сама, да? Поиск сим-карты. Я вставила туда сим-карту. Сим-карта микро. Здесь поддерживается. Вставила туда сим-карту. Вот, смотрите. Избранная телефонная книга. То есть номера вы вносите. Я, Алиса. Номера вы вносите туда 4G. А что, Wi-Fi? Где Wi-Fi? Надо заново, наверное. Номера вносите через приложение на телефоне. То есть один телефон любого родителя. Вы подключаете. Он будет основным. Потом через телефон добавляйте ей в телефонную книгу номера. Я покажу потом номера. У нас тут вот бабушки. Мы с фотографиями, кстати. Вот. Так. Назад. Избранная. А, ну это и есть номера. Так. Дальше погнали. Смотрите. Вызов. Позвонить кому-то. Сообщение. Я, кстати, не пробовала еще сообщение писать. А, маме может она отправить только, да? Так, кнопка назад. Вот эта оранжевая. Один раз. А если мы ее долго удерживаем, то это кнопка SOS. То есть если срочно нужно позвонить маме, то вот на эту удерживаем. И она мне позвонит. Получится я стою как вызов SOS. Добавить друга. Это если у кого-то есть такие же часы. А так. Wi-Fi. Bluetooth. Wi-Fi включаем. Включен он у нас должен быть. Так. Ну-ка назад появился значок Wi-Fi. Да. Вот видите. Значок Wi-Fi появился. Так. Bluetooth. Фоткать с них можно. Видео вызов хорошего качества. И звук хорошего качества. Я с мужем разговаривала, когда он на работе. То есть получается громкая связь всегда, да? Я достаточно далеко их положила. С ним разговаривала. Он сказал, что очень прекрасно слышно. Все нормально. Так. Теле 2 меню. Нам это не нужно. Выскочило. Устройство. Это вот версия. Будильник. Вызов. Медиа. Роуминг. Wi-Fi. Bluetooth. Часовой пояс. Тему разных. Много очень. Язык. Обновление ПО. Я когда их только купила, обновила сразу ПО. Удобно. Так. Все. Все. А, нет. Еще в другую сторону у нас там что-то было. Сейчас посмотрим. Так. Камера. Вот, пожалуйста. Галерея. Что мы нафоткали, наснимали. Радио. Дисней. Здесь есть детская музыка. Можно сюда закачать. Игры. Игры здесь. Вот это. Какие-то самолетики, вертолете. Три игры получается. Так. Будильник. Шагомер здесь есть. Я это вижу на своем телефоне, сколько она нашагала. Ну, и вот, в принципе, и все внутри самих часов. Алиса, я, кстати, еще не пользовалась. Алиса, привет. Привет, друг. Привет, друг. Слышали, да? У меня звук стоит на минимуме. А так они очень громкие просто, чтобы мелочи не разбудить. Она сейчас спит. Алиса, как дела? Думала, чтобы такое ответить. Да, не придумала. Алиса, какая сейчас погода в Туле? Сейчас в Туле. Плюс 24. Посмотрим. Молодец. Какая умничка. Спасибо, Алиса. Обращайся. Ну, вот, как бы, да. Вот такие вот часики. Они красные. Вот такой вот ремешок. Достаточно большой. Из такого плотного силикона, что ли. Ну, как сказать, да? Сейчас я вам расстегну, покажу. Две вот эти штучки здесь, чтобы он хорошо на руке сидел. Под замену вроде ремешки есть, если я не ошибаюсь. Мне понравились. Вот. И мы пробовали функцию отслежки. Пока вот все, что мы пробовали, определяет точно. Точно до дома. То есть я нахожусь дома, они мне показывают мой адрес. Да? Вот такой ремешок. Внутри он, видите, какой так? С пупырками. Вот такие вот часики. Сейчас я вам покажу теперь приложение на телефоне. Made in China. Такая коробочка. Внутри все так красиво было сложно. Сейчас одной рукой вам не открою. Инструкция очень понятная на русском языке. И краткое руководство по Алисе даже было вот в комплекте. Такая зарядочка. Ну а теперь по приложению. Приложение вот называется Ellery Smart Family. Открываем его. Так. Нет, спасибо. И вот оно приложение, да? Сами часы видите, вверху называется Ксюша. Адрес, местоположение уже он мне определил. Так. Вот так мы нажимаем, чтобы заново. Чат. Это чат мне присылает. Видите, вот я тестировала их. Сколько осталось заряда. Обратите внимание, что часы сняты. Но тут же мы с ним можем переписываться. Так. Звонки. А, нет, это чтобы я позвонила. Не надо. Прослушка. То есть, смотрите. Часы в ближайшее время позвонят на мой номер. Вот они мне позвонят. На экране это никак не отображается на самих часах. Видеосвязь прерывается. Точнее, запись экрана прерывается, когда начинаешь видеосвязь. Навыки Алисы. Так, вот у нас тут местоположение. Так, еще что. Настройки. Смотрите. Геозоны. То есть, я могу установить определенную зону, за которую она не может выходить. Если она за нее выйдет, то есть, ну, адрес, да, мне приходит оповещение на часы. Контакты. Здесь мы с вами прописываем контакты. История перемещений. Будильник. Друзья. На занятиях отключить. Я могу отключать сама дома. То есть, да. Геолокация. Wi-Fi. Запрет незнакомых номеров. Это здорово. То есть, незнакомых номеров никто не позвонит ей. Запрет видеооповещения о снятии часов. Запрет выключения. Передача прав. Награды. Ну, вот как бы и все. Очень удобно, на самом деле. Так. Вот. Голосовое сообщение пришло. Очень удобно. Здесь данные ребенка устанавливаются. Как бы все отлично. Мне понравилось. Я быстро разобралась, могу сказать. Поэтому нареканий к часам пока нет никаких. Вы лучше понимали, какого они размера, да. Они достаточно такие крупные, удобные. Вот эта кнопка, кстати, красная. Она еще блокировка экрана. Хоп. А потом разблокировали. Вот. Мне нравится пока. Посмотрим. Я еще посмотрю. Ну, и тогда дополню. Напишу, как они будут держать заряд, когда она будет ходить в школу. Ну, лазить там не разрешу я ей играться, конечно. У них дома пусть играется. Зарядились они, кстати, тоже был плохой отзыв о зарядке. То, что заряжаются за 4 часа. Ничего подобного. За 40 минут они у меня с нуля сейчас зарядились. Да, полной батареи выключены. За 40 минут. Причем обычная розетка, не какая-то там усиленная. Обычная стандартная зарядка. Так что вот такие часики. Я много отзывов у девчонки на самом деле перелопатила. Говорю, я выбирала их год. Это вообще какой-то звездец. И все-таки остановила выбор на этих. А, цена. Цена. Они стоят в основном везде без скидок 5,990. Это не реклама, кстати, никакая не подумайте. Вы меня сами просили, очень много девочек, в комментариях рассказать. Но у меня были бонусы спасибо. И при регистрации в Сбер Мега Маркете, я там их именно купила, потому что там можно потратить бонусы спасибо. Можно еще в Связном. Еще где-то забыла. А, и в Мегафоне. При регистрации в Сбер Мега Маркете они дарят штукарь. Короче, я их взяла за 1200, девчонки. У меня было 3 с чем-то 1000 бонусов. Мне списался штукарь, который они мне подарили за регистрацию. Там, если по Сбер Айди входишь в приложение, то тебе сразу 1000 на счет. Вот. И по факту я отдала за них 1200. Поэтому считаю, за 1200 это вообще великолепная покупка. Я специально бонусы спасибо копила к ее дню рождения, чтобы именно вот на часы, чтобы их списать. И там можно списать не 50%, как в Связном и в Мегафоне, а сколько хочешь. То есть хоть 99%, 1 рубль за них заплатить и все. Вот. Так что вот так, девчонки. Часы пока нравятся. Я всем довольна. Функции определения местоположения как бы все пока устраивает. И по заряду пока все устраивает. А дальше посмотрим. Если что, потом вам расскажу обязательно. Ну вот и все. Мой хороший влог буду заканчивать. Надеюсь, он был вам интересен и полезен. Я вас всех очень люблю. Целуем. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok